добро пожаловать в шахту и вуаль в массовом сознании древние люди обычно воспринимаются как примитивные существа как будто они были пещерными людьми или кем-то в этом роде и все чего они достигли было всего лишь результатом ручного труда технологии прошлого были намеренно скрыты и если они все-таки решают затронуть эту тему это всегда какая-то тайна или это не так это как-то связано с инопланетянами если разобраться в этом вопросе то станет очевидным что древние строители прошлого обладали передовыми технологиями и так большинство из нас слышали о теориях о том что пирамида в гизе является своего рода генератором или пумапунку в точном определении углов при резке камня камень или пещеры алара в индии где по-видимому создатели владеют какой-то технологией огранки камня как будто для них это было так просто иначе зачем бы им тратить столько времени на украшение витиеватыми деталями мы не видим чтобы что-то подобное строилось в наши дни а если бы и строилась то есть дешевых материалов две основные теории заключаются в том что либо это было построено инопланетянами либо высокоразвитыми предками вера в инопланетян на самом деле является просто фетишем научной фантастики которая является относительно новой концепции для человечества с другой стороны о высокоразвитых предках упоминается в преданиях многих древних философов и мифах это не новая идея концепция атлантиды золотого века и всемирного потопа лежит в основе почти каждого древнего человека сейчас мы можем найти упоминание о передовых технологиях в древних преданиях по всему миру но к этому мы еще вернемся я уверен что многие готовы признать что атлантида была реальной но многие до сих пор никогда не задумывались о том что эта технология возможно существовала в нашей культуре гораздо дольше совсем недавно чем нас заставляют думать исследователь грэм хэнкок отнес бы эту культуру к более молодому и засушливому периоду примерно 12 лет назад а что если это было не так уж и давно скорее тысячу или две тысячи лет назад и эта технология сохранилась даже в наше время ни одна из этих технологий не является новой история многих современных технологий таких как фотография самолеты электричество или даже компьютеры сфабриковано но технологии которыми мы располагаем сегодня это просто детский лепет по сравнению с тем что использовали древние это просто материал для нашего развлечения для нашего комфорта древние обладали мощной технологией электромагнитного излучения которая использовалась для получения свободной эфирной энергии и позволяла подключаться к другим измерениям эфир был общепринятым в науке еще около ста лет назад затем атомизм взял верх эта попытка объяснить все в природе с помощью неизмеримой субстанции именно сейчас харрис даже упомянул эфир как источник свободной энергии и науки вы были бы осмеяны и скорее всего потеряли бы свою должность если бы придерживались такой профессиональной позиции история электричества была искажена и подвергнута манипуляциям большинство из нас готовы признать что атлантида обладала передовыми технологиями но все еще верит в традиционную версию истории в этом видео будет рассказано о том как история намеренно искажается как она была переписана победителями и как самые известные города в которых мы сейчас живем принадлежат к развитой цивилизации цивилизация существовавшая примерно 300 лет назад цивилизация которая обладала передовыми технологиями электромагнитного излучения мы рассмотрим историю электричества атомизма и антинауки а также передовые технологии прошлого искаженная история мы начнем с атлантиды это по-видимому хорошая отправная точка для большинства людей есть много людей которые полностью согласны с изучением этой концепции даже основные средства массовой информации продвигают ее это может быть похоже на древнюю теорию инопланетян согласно которой атлантида на самом деле была инопланетным городом другие думают об атлантиде так как ее представляет грэм хэнкок дело в том что я знаю что грэм хэнкок не совсем популярен но я вижу как миллионы людей изучают его работы и мы полностью очарованы и знаете ли готовы принять это как возможную реальность но дело в том что эти идеи о том что атлантида существовала 20 лет назад или что-то в этом роде по-прежнему соответствуют идеи господствующей истории и являются полностью обоснованными эти сооружения являются результатом десятков и тысяч лет эрозии как будто любой человек на земле прожил достаточно долго чтобы подтвердить этот тезис по сути все еще предполагается что история самарии египта греции и рима все еще происходило так как предполагает мейнстрим просто они были разработаны спустя много лет после атлантиды я действительно думаю что это здорово что он говорит об этих вещах потому что мы постепенно начинаем представлять древних в другом свете способ идея о том что недавние истории манипулировали на самом деле не является идеей поддерживаемый мейнстримом я имею в виду что в последнее время она набирает обороты но они все еще мало кто знает или понимает многие люди знают об атлантиде но немногие задумывались об идее тартарии альтернативной истории сша эфирных технологиях последних 300 лет или о том что существуют контролеры в игре историю пишут победители сейчас у меня нет возможности полностью объяснить все в одном видео так что это больше похоже на заметки о понятной более широкой аудитории если говорить вкратце то в сша существовала развитая цивилизация людей которые создавали передовую архитектуру и использовали технологии эфирного электромагнитного излучения они используют устройство для сбора атмосферного статического электричества по всем зданиям мы говорим о цивилизации которая существовала во всем мире около 300 лет назад затем совершенно неожиданно к власти пришла новая церковь антицерковь науки и разума по той же причине которая привела к собственности банкам эгоизму и саморазрушению современная история это движение цивилизации с востока на запад я постараюсь сделать несколько комментариев по которым вы сможете перейти к некоторым видео на нашем канале с более подробными объяснениями но по сути это фальсификации истории это не объясняет почему существуют глобальные сходства в культуре разных стран мира все мы разработали схожие концепции языка приданий шаманизма сельского хозяйства архитектуры искусства и танцев теория изоляции это широко распространенная точка зрения означающая что ни одна из этих древних культур не имела никакой связи друг с другом но очевидно идея глобальной древней цивилизации недавно возродилась благодаря таким людям как грэм хэнкок брайан форестер и многим другим таким образом идея атланты совершенно не соответствует ее теории изоляции в общепринятой истории с точки зрения современных научных стандартов которым учат в школах и университетах это все еще нонсенс принятие или даже исследование этих идей разрушает все чему учат современные научные круги учебники истории пришлось бы переписывать заново все наше понимание реальности было бы ложью а это просто не посильно для большинства из нас прямо сейчас многие из нас могут согласиться с тем что атлантида существовала она была разрушена сильным наводнением затем восстановилась и согласно грэму хэнкоку примерно 12 лет назад что произошло после падения атлантиды произошел глобальный катаклизм потоп поглотивший большую часть земного шара тогда выжили те кто сохранил знания о науках золотого века и принципах цивилизации эти люди знали что грядет катаклизм возможно используя знания звезд или гадания и они были спасены как в истории она и группа выживших высадилась в ирландии на севере испании я рекомендую ознакомиться с книгой майкла торсариана ирландские истоки цивилизации для тех кто возможно не знаком с этой темой это объясняет древние ирландские кельтские этимологические корни всех языков замалчивание ирландской истории и демонизацию рыжих волос я рассказывал об этом в первом видео которое мы когда-либо публиковали но если вы посмотрите гельское определение татарского языка то чем старше книга тем лучше вы сможете найти отсылка к ирландскому солдату который участвовал в сражении на дальнем востоке в общепринятой истории говорится что кельтский народ пришел с востока из монголии и поселился в ирландии и мы унаследовали это от римлян они пытаются описать кельтский народ как дикарей я подозреваю что все это часть искаженной истории преподнесенной нам теме кто манипулирует историей это ложь сказанная для того чтобы скрыть откуда греки и римляне получили свои науки греки и римляне были выдуманы контролерами это не трудно выяснить иосиф флавий рассказывает вам что произошло по сути дела иосиф флавий один из наших самых известных историков был предателем из джоу седж он был предателем который помог этим паразитам захватить власть он был вознагражден богатством и высоким статусом римские войны на самом деле были захватом старого общества или старой ирландской церкви иса римская история история греции это мошеннический предлог чтобы объяснить древнюю историю возникновения всех этих древних архитектурных сооружений они не могли позволить людям узнать что эти города на самом деле были созданы другой цивилизацией так что единственным оправданием является фальсификация истории буквально добавляя тысячи лет хронологии чтобы рим воспринимался как более величественная империя а кому достанется эта заслуга захват рима позволил поделать все священные писания и буквально украсть библию у людей которые ее разработали что касается греческого языка то вы можете видеть что древние писатели писали о древних цивилизациях и писали о гиперборейцах затем выходит происхождение против цельса и происхождение уничтожает все старые труды древних греков и по сути утверждает что древность евреев имеет большее значение у нас даже нет сочинений цельса потому что они были уничтожены все книги древнего мира те которые не были опубликованы новой церковью были уничтожены только представьте сколько знаний было утрачено во время легендарного сожжения александрийской библиотеки когда я говорю о греческом и римском языках я имею в виду историю которой нас кормят известная нам история о том что римляне были удивительными строителями а греки основой рационального мышления и науки это всего лишь прикрытие эти города относятся гораздо более позднему времени мы можем согласиться с тем что их общество является постатлантическим верно что мы скоро увидим так это то что это действительно города развитой глобальной культуры если говорить о периоде после атлантиды поприветствуйте мартина у него есть видео о конго где он показывает что в африке существует развитая цивилизация белых людей и она выглядит совсем по-другому чем то во что нас учат верить там было много городов и озер которых сейчас там нет и много замков похожих на те что были в сказках после атлантиды существовала еще одна глобальная цивилизация как еще вы объясните общую архитектуру по всему миру кроме того если то что говорится в общепринятой истории верно то почему многие языки уходят своими корнями в гельские древнеирландские языки это потому что после атлантиды знания цивилизации распространились на восток двигаясь с запада на восток они даже проникли в америку развивая города на обоих побережьях закон был создан всемирной церковью церковью исы в своем великом миссионерском паломничестве они объехали весь земной шар чтобы передать религию и знания о боге различным расам человечества они также основали духовенство и дали алфавит тем кто до того времени не был просвещен в таких вопросах ирландия эта страна в которой впервые были открыты и развитые искусства и науки к этой стране греки применили термин огия который никогда не применялся кроме как очень древним народом и именно от ирландских ариев греки вели свое происхождение это атлантис доннелли от конора магдари безошибочно можно узнать памятники оставленные ирландцами которые когда-то были правителями и хозяевами всей земли их правление охватывало все страны она распространялась по всему миру ирландия была первой владычицей морей это была первая единственная всемирная империя которая когда-либо была известна потому что она была духовной по своим масштабам она была больше чем когда-либо достигали персы греки римляне и и моголы остатки их произведения где бы они не были найдены имеют несомненное сходство в формировании характера они огромны необъятные задуманные выполнены по плану настолько обширному что сегодня все это занимает умы людей эти останки простираются от ирландии вдоль атлантического побережья европы до африки вдоль средиземного моря до египта индии китая явы таити и каролинского полуострова острова в южной части тихого океана на американском континенте мы находим круглую башню близ ньюпорта штат 3 что указывает на ее ирландское происхождение а также огромные пирамидальные кургана в долинах огай и миссисипи также разрушенные храмы на юкатане и в мексике и аналогичные останки в южной америке все это свидетельствует о работе их рук все они происходят из одного источника и они без всяких сомнений установили что ирландцы были первыми настоящими первооткрывателями америки и что они основали цивилизацию на этом западном континенте это была традиция основанная на том факте который давал надежду и ободрял более поздних искателей приключений самой имя бога у индейцев нашей страны было ирландским именем полученным от тех миссионеров и исследователей за столетия до рождения христофора колумба или эрика рыжего одно из ирландских имен бога мое аммонита по-ирландски означает святой в индии бога называли монотао святой у индейцев было и другое имя для бога и это тоже было ирландское это был монобаша бог солнца это сложное слово с корнем человек святой и баша коров бык практически то же самое что ваал ирландский бог солнца таким образом это имя означает святого дающего жизнь или святого творца любой кто знает кельтский язык сразу поймет этот факт как и все компетентные студенты филологи большинство людей не осознают этого потому что это подавляет историю или люди думают что это своего рода национализм я даже не ирландец и это не имеет к этому никакого отношения во многих культурах по всему миру существует множество легенда белых великанах с рыжими волосами которые обладают передовыми технологиями самый эффективный способ уничтожить людей это отрицать и стирать их собственное понимание своей истории джордж оруэлл например рыжеволосый бородатый украшенный перьями бог ке целькатль вырезанный в столице альмеков именуемый дядей сэмом с большим носом и бородой выглядящий в основном семитским который как говорили прибыл с острова за морем который исчез после великого наводнения у меня есть видеозапись о связях ирландцев с финикийцами но это не одно и то же финикийцы похоже на темный культ пришедший от кельтских друидов который затем развился в поклонение ваалу или сатурну предположительно тому кто вызвал все эти катаклизмы по сути эти катаклизмы начались из-за того что боги разгневались мудрость была низведена на землю и в материальном мире было достигнуто единство эта история описана в гностических евангелиях произошел раскол между старой церковью церковью исы и новой церковью поклоняющийся ваалу или материализму а также я хочу провести различия между старым солнцем и новым сатурном старая церковь была утопии основанной на старом золотом веке атлантиды она была основана на естественном законе и стремлении к мудрости церковь исы по-прежнему восхваляла солнце но это была аналогия с красотой невидимого бога новая церковь ваала превратилась в римскую империю путаница заключается в том что мы относим появление финикийцев примерно к четырем-пяти годам назад по общепринятой истории финикийцы это всего лишь прикрытие для определенной ветви древних евреев которая вовсе не такая уж древняя они появились совсем недавно возможно 500 лет назад эта новая церковь тайно поклоняется богу демону безумному богу библии и иеговии ли сатурну ваалу но по мере того как они пришли к власти они захватили средства массовой информации и начали продвигать экзотерическое понимание библии для масс а также мошеннические атеистическая точка зрения на мир которая полностью отрицает бога называется наукой мошенническая римская церковь контролируемое имя хотела поклоняться богу вызвавшему катастрофу чтобы смягчить последствия эта история о битве за иерусалим старые евреи были заменены новыми евреями я собираюсь остановиться прямо здесь на секунду избавить темп потому что если вы новичок в этом деле вы можете спросить о чем это он говорит особенно это касается людей которых передергивает при мысли о теневых контролерах или иллюминатах с чего бы финикийцам или кому-то еще хотеть захватить власть над миром похитив эту церковь потому что это старая церковь была духовной силой старого мира они путешествовали по всему земному шару цивилизуя весь мир о чем говорится в книге доннелли атлантида если вы покупаете историю атлантиды то атлантида доннелли была одной из первых крупных книг об атлантиде тот кто правит церковью правит миром буквально поэтому когда я говорю финикийский у меня другое определение отличное от общепринятого и это непростое предложение так что имейте в виду со мной финикийцы это прикрытие для передовой морской культуры древнего прошлого оно было создано этой новой церковью рима чтобы скрыть историю того как древняя церковь из и стала тем что мы сейчас называем иудеями в нем есть немного от обеих историй вот почему это так запутано финикийцы были первыми кто развил язык но на самом деле эта история древних ирландцев поклонение ваалу и материализм появились не в более поздние времена история финикийцев начинается с ирландцев а затем появилась паразитическое мышление и они начали поклоняться ваалу я хочу сказать что финикийцы появились около 500 лет назад в то время как ирландцы создали множество других городов и цивилизаций которые затем превратились в их собственные культуры для финикийцев ирландцы превратились в евреев давайте перенесем атлантиду поближе есть древняя рукопись известная как ареда линда в которой говорится об этих временах причина по которой мы ничего не слышим об этой рукописи заключается в том что ее считают поделкой единственная реальная причина по которой большинство ученых верит в это заключается в том что они просто не могут согласиться с датировкой или почему атланты относят атлантиду к периоду от 2000 до 4000 лет назад что могло бы перенести многие культуры в гораздо более позднее время независимо от датировки все равно интересно обнаружить что атлантида упоминается как атландия полностью отделенная от платона мы также должны иметь в виду гипотезу о времени фэндома или работу фоменко если это так то атлантида возможно появилась совсем недавно от 1000 до 2000 лет назад хорошо вернемся к тому как ирландцы стали финикийцами венецианцами римлянами хорошо так почему же произошло это поглощение или каковы мотивы иллюминатов верно зачем захватывать власть в этой церкви если они просветили древний мир после падения атлантиды по словам конора магдаре тот факт что он обладал такой автократической властью привел к присвоению атрибутов божественности чтобы удержать людей в нем целиком качество божественности которые как мы видели приписывались правителям в наши дни в россии китае и японии и не так давно в англии существовало поверье что любая болезнь которая не поддавалась лечению врача могла быть излечена простым прикосновением руки короля или даже его одежды глава ирландской государственной церкви обладал высшей папской властью в европе до тех пор пока ему не бросили вызов персия затем греция а позже и рим который когда для него наступило благоприятное время для утверждения своей независимости совместно создал церковь и государство для себя да будет вам известно что рим когда-то был колонией ирландии название рим образовано из двух ирландских слов означающих да и ом что означает тело земля или могила но в своем мифическом значении она означает дорождение небес рой земля а вместе они означают небо и земля отсюда и название вечного города рим река в риме тивер также носит ирландское название она получила свое название от у бот ирландского слова обозначающего колодец или источник воды следовательно тибр это река с родниковой водой как верно сказал поэт лангфелла их имена написаны на ваших водах и вы не можете их смыть дело в том что ирландия была первой державой которая колонизировала оба берега средиземного моря и поэтому колонии пришли с запада они с востока как наши проницательные римляне и британцы историки хотели бы чтобы мы поверили в это и до сих пор весь мир верил в это но обман однажды разоблаченный становится слишком очевидным чтобы кто-то мог быть обманутым исследователи проследили за этой ложной подсказкой отправленной из этого источника и не нашли на востоке ничего что подтверждало бы это утверждение о том что арийцы эмигрировали с востока и колонизирован в западном направлении реальные доказательства указывают как раз в противоположном направлении американская психопедагогика этнология цитируемая в книге доннеле атлантис утверждает что бонфри элгейгер и другие исследователи древних индоевропейских языков недавно выдвинули мнение что изначальную родину индоевропейских рас следует искать в европе потому что их словарный запас богат названиями растений и животных и содержит название времен года которых нет ни в тропических странах ни где-либо еще в азии мюллер говорит что народы объединяемые общим названием индоевропейцев индусы персы кельты германцы римляне греки и славяне не только используют одни и те же слова и грамматику слегка измененную в каждой стране но и по-видимому имеют точно также сохранилось множество народных традиций которые сложились еще до того как они покинули свой общий дом атлантиду доннеле в книге этрурия кельтика изданной в 1842 году этруская литература и древности исследованы или язык древних и прославленных людей сравнивается и отождествляется с иберно кельтским и показано что оба они являются финикийскими автор проводит множество этимологических связей с древнеирландским языком и описывает символы этруские монеты которые являются общими ирландские эмблемы я изучил этот язык и постарался представить его в истинном свете продемонстрировав его аналогии и устранив ошибочное представление о его родстве с валийским карнизным и бас бретонским языками случайность привела к его сравнению с этруским что действительно соответствовало ожиданиям джоксона открыв великие открытия в ирландской древности и прояснив неясность которая скрывала происхождение раннего населения не только ирландии британских островов но и всей кельтской европы и выведя их происхождение из великие цивилизованные люди занимавшиеся коммерцией мореплаванием которые еще до зарождения греческого или римского величия бороздили моря и наслаждались бесконтрольные империи морских глубин это не то что я только что придумал и если вы будете терпеливы со мной то это поможет связать воедино множество различных кусочков головоломки для того чтобы понять эту альтернативную историю необходимо создать основу я мог бы сказать гораздо больше на эту тему но вопрос который я часто слышу заключается в следующем почему сильные мир и сего хотят контролировать мир никто не может даже начать понимать это потому что нас кормят ложные истории двух главных империй рима и британии хорошо итак финикийцы это по сути небольшая группа которая началась церкви иса и черного моря она развилась в несколько сект одной из которых были гностики а другие были паразитами такими как церковь вала церковь вала развилась в иудаизм что на самом деле произошло гораздо позже также было и с тем что она захватила рим хорошо так какое же отношение это имеет к древней технологии и так история электричества началась тех людей которые захватили власть в риме эти люди целенаправленно внедряли новейшие технологии и нас кормили историями о случайных научных открытиях когда мы знали об электричестве только последние 200 лет древние были хорошо осведомлены о магнитах в том виде в каком они образовались естественным путем было бы вполне возможно создать мощный ток если бы у них были мощные аккумуляторы что они сделали медь широко использовалась в этих древних культурах так что же такого непонятного в том что современные культуры обладают какой-то передовой технологией эмп пирамиды генерируют торсионное поле которое проникает во множество уровней существования что в свою очередь создает энергию эта энергия может трансформировать сознание чтобы получить доступ к другим реальностям но также может быть использована в физических объектах эфирные технологии в прошлом действительно существовали и они работали на энергии которая окружала всех нас за это не нужно было платить и это не было собственностью какой-либо компании а теперь вспомните что все еще существовали культуры которые следовали законам природы и это были остатки церкви из и у которой были города и цитадели по всему миру включая америку это то что мы называем тартарии остатки церкви из и первоначальных строителей всех этих великолепных духовных сооружений но у нас также есть евреи которые приехали в америку потому что этот финикийский культ возник недалеко от черного моря и согласно книге мормона эти евреи нас учили спасаться от продолжающейся войны значит они бежали следуя какой-то странной древней технологии называемой лиохона и направились в америку это означает что эти люди принадлежали не к церкви иса а к более позднему времени когда развивались многие культы были ли они хорошими или плохими это уже другая история но в итоге они высадились на гаити и в южной америке помогая развивать цивилизации ацтеков и майя в книге мормона также рассказывается о том как это племя евреев приехавшие в америку встретила другой народ который был более продвинутым и уже во многом привык их языку это относится к цивилизации уже существующей в америке это было около 500 лет назад эти евреи не были посланы новой римской церковью но в основном были людьми которые пытались избежать неразберихи которая происходила во время войны история христофора колумба эта история о том как римская церковь через испанию заново открыла америку в то время как идут все эти войны формируются различные секты здесь постоянно происходят катаклизмы и идет постоянная борьба за власть со стороны множества различных партий так много знаний было утеряно и знания о твердой земле стали просто мифом и легендой я имею в виду эту новую римскую церковь как на самом деле просто корпорацию финикийского культа вала пурпурной королевской семьи они создали большую часть нашей истории и настоящие римляне были одними из них развитые культуры церкви иса до катаклизма и паразитического захвата власти сейчас для того чтобы взять все под контроль было разработано множество устройств позволяющих доминировать и контролировать и они конкретно рассказывают нам что это за устройство почти во всех публикациях из британии и рима есть странные эмблемы и символы которые указывают на господство и власть фашис это электромагнитное оружие используемое королевской семьей для захвата власти только подумайте об этом связка прутьев сделает топор непригодным для использования он был создан этрусами еще до появления римлян так что у него долгая история когда рим начал переходить к авторитаризму фашисты стали символом этого но долгое время считалось что это символ власти рима и воли народа фасцис представлял собой ряд переплетенных прутьев с наконечником топора внутри которые носили ликторы или телохранители древнего рима куда бы ни направлялся важный избранный лидер ликторы следовали за ним благодаря этому жезл ликторов фашизис стал символом власти в правительстве и законе таким образом они пытаются играть так как будто они действительно используют это оружие для защиты или для достижения определенного статуса фасции это электромагнитные пушки то же самое магнитное поле гораздо более мощное если оно воздействует на алюминиевый лист они на ртуть причина этого в том что алюминий обладает примерно в сорока раз больше электропроводностью чем ртуть конечно я мог бы сделать его еще более мощным если бы вместо алюминия поместил немного стали чтобы улучшить магнитную цепь но вместо этого я собираюсь изменить форму двигателя можете ли вы представить что обе стороны были загнуты вверх представив себе как это можно сделать давайте создадим машину которая будет выглядеть вот так мы должны обнаружить что обмотки очень просты и представляют собой всего лишь ряд катушек подобных этой движущейся часть представляет собой стальной стержень с медной втулкой вокруг него вы вставляете его в конец трубки и выстреляете ну что же это был необычный выстрел не так ли это электромагнитная пушка похоже вернула нас к началу нашей работы с винтовкой похоже что мы можем создать электромагнитную модель практически из чего угодно нам определенно удалось воспроизвести пистолет фашист самого начала был одним из символов америки вы найдете его в десятках если не сотнях мест по всей америке в основном в правительственных учреждениях начиная с 1789 года палата представителей использует фашиста как представителя своего хозяина по оружию его использование довольно распространено в связи с законом и часто встречается рядом с такими вещами как весы и статуи слепого правосудия похоже что связка веток прикрепленная к топору может быть одним из самых смертоносных видов оружия известных человечеству элита знает что означает этот символ чтобы мы знали кто находится у власти чтобы полностью объяснить как работали фашисты мы должны рассказать об атмосферных условиях прошлого эфире и магнитных колебаниях в прошлом магнитный эфир был более мощным и его колебания приводили к катастрофическим событиям и его даже можно было изолировать вознесение уже произошло когда энергия в этих полях накапливается они меняются местами вызывая всевозможные явления такие как антигравитация были разработаны устройства для доступа к накопленной энергии в атмосфере которые называются эфирными устройствами это устройство для получения свободной энергии предназначенные для сбора накопленной энергии в эфире магия также стала более возможной поскольку наши мысли проникают в эфир теперь наши мысли это просто тонкие вибрации невидимые только ясновидящему и даже те у кого есть близкие родственники часто думают об одном и том же в одно и то же время расхожее выражение сглазить финикийцы из новой церкви полностью захватили власть только около ста лет назад так что был период времени когда многие города все еще не принадлежали им оставшиеся города как я уже сказал являются остатками церкви исы как и тартария и они использовали передовые технологии к таким городам относятся лос-анджелес сан-франциско нью-йорк санкт-петербург париж лондон и многие другие у них была система эфирного освещения авиационная система использующие дирижабли и другие летательные аппараты они обладали бесплатной энергией которая передавалась по беспроводной сети через различные генераторы в зданиях именно этим и являются наши церкви они генерируют энергию подобную пирамидам используя торсионные поля симметрию и акустику а также используя передатчик передача может быть использована для повседневных целей таких как освещение и отопление которые затем приводят в действие пар мы знаем только историю финикийского культа бейла заново откройте для себя науку наполненную фальшивыми персонажами в полностью искаженной временной шкале многие истории о случайных открытиях электричества не случайны это просто история придуманная для объяснения найденной и украденной технологии это звучит безумно но есть упоминания и мифы со всего мира рассказывающие об этой технологии эфира и многое другое я ирландец в древнеирландской литературе хан обладал божественным магическим копьем обладающим сверхъестественной силой но хан был не единственным кто обладал необыкновенным копьем у бога лю было похожее оружие которое называлось непобедимым копьем или копьем победы и она обладала свойствами сходными с магическим мечом нуады мечом света который при броске мгновенно поражал цель это оружие было одним из четырех утраченных сокровищ туата дэдонан по-гречески антикитерский механизм это древнегреческий аналоговый компьютер он использовался для предсказания астрономических положений и затмений молния зевса она же тандерболт она же мастерболт является фирменным оружием и символом власти олимпийского бога грома зевса говорят что это самая мощная и внушающая страх оружия на земле и в небесах агита считается что именно этим оружием геракл убил орла аквилу который постоянно грыз печень прометея греки изобрели новое приспособление под названием эоловая куча это был маленький латунный шарик с двумя насадками который подвешивался на подставке наполненной водой разведя огонь под шариком вода закипела и пар начал вырываться из насадки вращая шарик это был миниатюрный паровой двигатель ведический в ведах электричество упоминается под именем эндры здесь также используется слово ведюта во гостье мы также находим упоминание о выработке электроэнергии при изготовлении электрических батарей соответствующую ссылку можно процитировать в разделе поместите хорошо очищенную медную пластину в глиняный сосуд покройте ее сначала медным купоросом а затем влажными опилками после этого положите поверх опилок цинковый лист смешанный с ртутью чтобы избежать поляризации при контакте образуется энергия известная под двойным названием митра варуна вода будет расщепляться этим потоком на прана ваю или удана ваю цепи ста кувшинов которая как говорят дает очень эффективную силу вы также упомянули о виманах или древних летательных аппаратах в пласте нордический древнескандинавский гугнир покачивающийся произносится как гнир этой имя могущественного духа принадлежащего древнему богу одину возможно под покачиванием они подразумевают что он испускал вибрационные волны которые раскачивались или ритмично двигались взад-вперед в записанных скандинавских мифах гагнер это оружие наиболее последовательное мощно ассоциируемые с одином один и зевс похоже но не одно и то же один отец грома или тор он бог мудрости поэзии смерти предсказаний и магии король асгарда или эфира на востоке отстыкатель молнии подобное оружие рожденное у и цела почти канкан чакрам огромной силы которым в даосской мифологии владеет нежа мифологический персонаж часто изображаемый в виде молодого красивого мальчика в одежде похожий на лотос у него есть два колеса с пламенем прикрепленные к его ногам и золотые кольца на лодыжках фасцы был не топором а передовой технологии богов в википедии даже говорится что фасцы впервые был разработан над русскими ну в буквальном смысле это просто ранние ирландцы на этом изображении мы видим финикийскую статую свободы с плавающим устройством в руке это еще один электромагнитный элемент используемый контроллерами в ведической литературе он называется водра оружие индры или бога грома и символ электричества вы также можете увидеть кадуцей который является символом бога человека те у кого есть этот символ являются лучами бога которые были наэлектризованы энергиями кундалини физического и метафизического существа эфирного существа очевидно что электромагнитные эфирные устройства и электронное оружие упоминаются во множестве различных знаний и многие кто не знаком с этой темой действительно примут это что это было возможно в атлантиде но почему не может быть такого чтобы у какой-нибудь недавней цивилизации была такая технология 250 лет назад великие города америки не находились под властью этих новых правителей мы начали расширяться на запад только в девятнадцатом веке потому что на западе америки существовала великая цивилизация вы увидите ту же картину когда на старых зданиях нет фотографий строительства а если есть то обычно это очень постановочное или даже может быть поделана знаете ли вы что одно из самых ранних от фотошопленных изображений относится к 1850 годам да это буквально означает что это композиции из более чем 30 фотографий я удивляюсь почему мы никогда об этом не слышали подумайте о том как много всего можно поделать с помощью этого в 1900 годах у них была возможность объединить несколько различных сюжетов вместе давайте посмотрим на некоторые подходящие кадры люди до сих пор буквально верят что это реально хорошо давайте взглянем на этот официальный полет и так что они собираются сделать так это вывести самолет из ангара и я действительно думаю что это может привести к некоторому движению на земле но я отказываюсь верить что они действительно сделали это чтобы взлететь и приземлиться потому что если бы они это сделали то сделали бы это в одном последовательном кадре но вы скоро увидите что здесь происходит какой-то определенный обман так что они выдвигают его и готовят к взлету хорошо а потом появляется эта толпа и вот тут и происходит довольно хитроумная компоновка хорошо так вот здесь это предположительно снято верно бац клип меняется хорошо вот и первое изменение на нем не видно последовательного взлета так вот что они сделали так это то что происходит два кадра хорошо так что вы должны понимать что здесь есть задняя панель которая означает что они снимали эти кадры прямо здесь с этой группой людей без чего-либо в небе или этого самолета верно предположительно взлетающего они отсняли отснятый материал на котором здесь ничего не было а потом позже в студии или где-то еще у них появилась модель очень похожая на эту увеличенную модель самолета и в основном у них есть белый фон позади игрушечной модели как типичный голливудский трюк чтобы наложить композицию на эту иллюзию что этот самолет действительно взлетает но то что вы заметите по мере того как мы будем продвигаться дальше когда самолет будет летать по кругу когда он будет приближаться вы увидите обратите внимание что эти люди даже не обращают на это внимание поэтому они начинают уходить вот этот клип который сейчас находится на задней панели означает что они снимали это в другое время эти люди даже не обращают внимание на один из первых полетов самолета они даже не обращают внимание так что смотрите это действительно произойдет, и этот парень опустит голову. По сути, вы можете сказать, что просто ориентируясь по голове, они даже не смотрят на эту штуку. И на самом деле, если я вернусь прямо сюда, вы можете сказать, исходя из перспективы, что это на самом деле не совсем точно. Посмотрите на скорость вращения этих пропеллеров. Так почему же мы не можем просто посмотреть на это? Почему это кажется странным? Что это за движение камеры? Ну вот, пожалуйста. Они даже не обращают на это внимания. Перспектива не та. Они не покажут посадку. И да, это просто Голливуд. Так что, возможно, на этом кадре это не будет заметно на 100%. Но на самом деле есть еще более заметные кадры. Хорошо, и так мы посмотрим на некоторые кадры, которые немного менее известны, но совершенно очевидно, насколько они фальшивые. Итак, они делают то же самое, вытаскивают самолет и везут его на лошадях, чтобы запустить пропеллеры. Но вот в чем дело, это та же самая тема, где вы не увидите последовательных кадров от взлета до посадки. Вы этого не увидите, но то, что вы увидите, это какая-то подделка. Итак, мы начинаем. Так что давайте перейдем к делу. Вот двигатель, который они используют, или что-то в этом роде. Итак, вот взлет, но вы его не увидите из-за ужасных кадров. Так что они переключатся на эту часть, когда самолет будет снижаться. Это не настоящий человек, и сразу видно, что это не так. Так что, когда вы смотрите на этот, то понимаете, что это всего лишь ранняя композиция. Это игрушечная модель, на которой в буквальном смысле изображены куклы, и они двигают ее вверх-вниз по белому холсту, или это могут быть самые разные материалы. Но тогда у них в основном есть два кадра, а затем они соединяют этого едино. Они в основном овладели этим видом искусства в 1850-х годах, так что же делает невозможным то, что они могли сделать это с помощью видеозаписи. Ну что же они это сделали? Именно этим в буквальном смысле и является Голливуд. Я имею в виду, что это просто так очевидно. На старых фотографиях городов с удивительными зданиями и архитектурой люди изображены верхом на лошадях? Или дороги сделаны из грязи? В этом нет никакого смысла. Я не собираюсь здесь вдаваться в подробности, но то, как по их словам работают самолеты, полная чушь собачья. Двигатели это высокие технологии прошлого. Это просто фантастические истории. Электричество и фотография считаются недавними открытиями, но если вы заглянете в историю фотографии, то увидите, что это произошло случайно. И то же самое относится и к электричеству. У большинства этих открытий есть какая-то странная история, которая на самом деле не имеет особого смысла. Хорошо, давайте перейдем к основному рассказу об электричестве. Считается, что в 1700-х годах Хогсбе обнаружил, что он может создавать визуальный электрический заряд внутри вращающейся стеклянной сферы, заполненной ртутью. Он был учеником Исаака Ньютона и даже не был первым, кому пришла в голову эта идея. Есть один пожилой ученый по имени Отто фон Геррики, которому приписывают создание первого вакуума и эксперименты с электростатическими явлениями. Обратите внимание на всю символичность того, что это всего лишь еще один ученый из Италии. Это либо ложь, либо история о том, как именно заново изучались науки. И история многих изобретений была полностью сфабрикована при содействии фальшивого ученого, созданного на благо Британии и Рима. Наше современное представление об электричестве восходит к знаменитому Бенджамину Франклину, который якобы открыл, что молния – это электричество. Некоторые люди думают, что он открыл электричество, но это неправда. Никто из этих людей этого не делал. Древние были хорошо осведомлены об этом, они просто воспринимали это по-другому. Так вот, считается, что банки с молниями являются первой базовой батареей. Это первое средство накопления и сохранения электрического заряда в больших количествах, который может быть разряжен по желанию экспериментатора. Мы уже говорили о том, что древние были хорошо осведомлены об электричестве и зарядах. Многие знают о багдадской батарее и египетской электрической лампочке, но само название электричества происходит от греков. Которые были хорошо осведомлены о действии на расстоянии или статическом электричестве. Если вы, ребята, смотрели это новое видео на канале Conspiracy RS, он показал несколько схем старых зданий с конференции «Громоотвод» в 1882 году. Это говорит о том, что они определенно думали об этом. Это устройство на крышах домов, которое собирало бы свободную энергию из атмосферы. В таком случае энергия хранится в большом лейденском сосуде. Это означает, что у них в доме было несколько устройств, которые могли работать от электричества. Большинство людей признает, что древние знали о статическом электричестве еще в ранних цивилизациях. Но оно оставалось просто интересным и загадочным явлением, без теории, объясняющей его поведение, и часто путают с магнетизмом. У них действительно была теория, она просто называется эфир, но она не согласуется с их моделью, потому что это не физическая субстанция. И единственное, что может существовать в этой вселенной, это наблюдаемые установленные данные. Но это не может быть дальше от истины. Итак, древние знали о статическом электричестве на протяжении тысячелетий, у них было много различных легенд и преданий, рассказывающих о великом магическом оружии электричества. Но они просто не додумались до хорошей теории. Они просто не подумали о практическом применении. Ну что же, я думаю, вот и все. Нет, греки и римляне знали о парогенераторах, и они знали о практическом использовании электричества. Значит, у них на столе просто стоит игрушечный паровой двигатель, пока они строят одни из самых сложных сооружений древнего мира? Я имею в виду, что это довольно нелепо. Но что еще более нелепо, так это идея о том, что сначала вы поселяетесь на лошадях и повозках в Америке, а затем внутри страны. 20 лет вы строите массивные купольные церкви, в этом нет никакого смысла. Вам, ребята, стоит посмотреть новое видео на канале Джона Леви под названием Пробуждение 2020. В нем рассказывается о том, как многие издания филадельфийской электрической компании сносятся так, как будто они были построены в 1920-х годах. Эти великолепные сооружения были затем перепрофилированы в электростанции, возможно, в попытке использовать технологию, уже существующую внутри этих сооружений. Знаете ли вы, что закон о секретности изобретений 1951 года является сводом федеральных законов Соединенных Штатов, направленных на предотвращение разглашения новых изобретений и технологий, которые, по мнению отдельных федеральных органов агентства, представляют возможную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Здесь есть старые фотографии странных линий электропередач без кабелей, старые фотографии зданий с антеннами на крышах. Решетки перед многими старыми каминами, возможно, были каким-то эфирным нагревательным устройством для обогрева интерьера в больших помещениях. Или же оно может быть намного более совершенным, чем когда-либо. Вообразил. Некоторые из этих каминов могли бы быть эфирными демолекуляризаторами, которые могли бы переносить материю в эфирное царство и обратно подобно вратам. Если крупнейшая библиотека древнего мира могла быть сожжена дотла, то это объясняет количество манипуляций, которые действительно имели место. Все было передано в собственность паразитов, и все, что намекает на древнюю историю или древние передовые технологии, систематически удалялось и заменялось подделками. Это все, чем нас кормят с самого начала греков, это еврейские подделки с самого начала происхождения против Цельса. Где происхождение утверждает, что происхождение евреев уходит корнями в глубокую древность. Где Цельс, как и другие древнедреческие философы, писал о древних предках гипербариев и о том, насколько развитыми были эти люди. В более поздние времена цивилизации, построившие великие города Америки, были развитой расой людей, которые были крупнее ростом и овладели искусством использования электричества. На видеозаписи древних лысых белых гигантов есть местные легенды, которые конкретно упоминают об этом. Они построили железные дороги и превратили Землю в стиле стимпанк, наполненную удивительными гаджетами и летательными аппаратами. Эти люди были приверженцами дыхания, поглощали эфир для поддержания жизнедеятельности и не нуждались в ванных комнатах для своей архитектуры. Какой-то выброс электромагнитного излучения уничтожил цивилизацию. Независимо от того, была ли это технология, которую они использовали, которая в конечном итоге привела к созданию магнитного поля, или же это было естественным явлением. Гравитация тогда была перевернутой, забирающей всех людей и машины, даже воду, а затем возвращающейся снова, не оставляя никаких следов людей. И когда вода спадает, это вызывает грязевой потоп. Или же это могло быть сделано намеренно, с использованием одного из приемов богов, таких как фаши. Вы же не думаете, что древние задумывались о манипулировании погодой? Возможно, в мире стимпанка было очень пасмурно и задымленно. Это был электросмог. И они создавали искусственные облака серы, которые затем накапливали статический электрический заряд. В видеоролике Conspiracy RS есть старое изображение фейерверка, и в нем есть что-то очень странное. В атмосфере наблюдаются всевозможные электрические возмущения. А что, если это было сделано специально, потому что именно так функционировала технология? Громоотводы на крышах домов или на различных электростанциях будут поглощать эти электрические заряды в атмосфере, а затем накапливать их для последующего использования. Теперь я думаю, что изначально все было основано на технологии эфира. Но в более поздние века, особенно в городах Тартарии, захваченных финикийцами, им понадобились, чтобы заново открыть для себя, как работают эти технологии. Таким образом, грязные века Нью-Йорка и Лондона, это время, когда они заново заселяли эти заброшенные города, и люди были поедая животных и производя огромное количество отходов. И это привело к разного рода проблемам, потому что города на самом деле не были приспособлены для такого количества отходов. Поэтому они сжигали какашки и добавляли другие химические вещества, чтобы создать эти искусственные облака, о которых я говорю, эти облака статического электричества. Причина, по которой это скрывалось, заключается в том, что эта технология работала на бесплатной энергии, и все люди имели доступ к устройствам с неограниченной бесплатной мощностью. Помните, финикийцы были гигантской корпорацией, им нужно было производить большую часть электроэнергии, которая должна была быть бесплатной. Поэтому после того, как они попытались использовать и татарскую технологию, чтобы создать новое общество. Снова произошли новые катаклизмы, связанные с грязевым наводнением, и поэтому они решили не использовать атмосферное устройство, чтобы восстановить историю и вернуть тысячи сирот. Именно это и произошло с Николой Теслой. И мы слышим историю о том, как наше современное население заново открыло для себя, как использовать электричество в городских масштабах. Ученые Гальвани, Вольта, Деви, Фарадей, Максвелл – это другие ученые-сироты, которые учились в этих основных колледжах в Британской империи или Риме. И эти люди снова пытались заново открыть для себя электричество. Эти утраченные секреты после всех этих катаклизмов – это либо сироты, которых поощряет государство или церковь, либо мошенники или вымышленные люди с небольшим количеством изображений, либо эти письмена или другая цивилизация дословно. И они просто перевели это и присвоили имя и вымышленного человека. Вы знаете, в истории с трансатлантическим кабельным телевидением есть что-то очень странное. Также обратите внимание, что это очень похоже на историю с фасциями. Возможно, это какая-то старая технология, а гравюры просто сделаны совсем недавно. Господствующая наука утверждает, что вольтовая батарея была первой электрической батареей, которая могла непрерывно подавать электрический ток в цепь. Это первая батарея, которая могла обеспечить постоянный ток для этой новой церковной цивилизации. Университет Падуи изобилует мошенничеством. И многие ученые, занимающиеся историей электричества, являются частью этого колледжа, особенно в течение предполагаемого 18 века. Что же в них такого необычного? Ну что же, все начинается с Аристотеля. Посмотрите третью часть Тартарии. Я рассказываю о том, как Аристотель и Венеция, и как вся эта философия взяла верх. Так вот, эти ученые из этих университетов по сути являются масонами, или у них есть своя программа действий. В основном эти технологии были найдены и украдены, и отдельным лицам было поручено реинжиниринг этой технологии, такой как Волта, или просто полностью выдуманы с самого начала. Единственная научная информация, которую мы видим, опубликована новой антицерковью Венеции Рима Бонитии. Мы получаем полностью выдуманные истории, такие как обман золотого века, о том, что эти миллионеры просто хотели начать строить особняки в европейском стиле в США. Так вот, только после Альберта Эйнштейна эфир был удален из научной сферы. Раньше, например, в уравнениях Максвелла, в качестве источника явлений предлагался эфир, светоносный эфир. Причина, по которой они говорят, что эфира не существует, и они знают это без сомнения, заключается в эксперименте Майкельсона Морли. Он доказал, что эфира не существует. Ничего подобного не произошло. Они просто не могут найти способ зафиксировать это явление, и поэтому, по словам атомиста, они не могут его наблюдать. Это нереально. Если я не могу измерить это каким-либо образом, значит этого не существует. Значит, снов не существуют. Они связаны с любовью, честолюбием или воображением. Эти вещи невозможно записать, но они реальны. Значит ли это, что их не существует? Конечно же нет. Так как же этот эксперимент что-то доказал? Он ничего не доказал. Он буквально доказал это. Сегодня мы имеем дело с тем, что современная наука считает, что гравитация каким-то образом является функцией частиц и квантовой механики. Современная физика утверждает, что гравитацию вызывают гравитоны, и что свет является частицей или имеет какой-то тип излучения. Это не так. Свет — это просто возмущение эфира, такое же, как и материя, только в гораздо более высокой степени. Атомы — это просто пустое пространство, так как же материя обладает плотностью. Квантовая физика не может понять, почему электроны переключаются между частицами и волнами в зависимости от наблюдателя. Большинство из этих концепций не поняты даже теми людьми, которые их придумали. С самого начала вся цель состояла в том, чтобы продвигать идеи Аристотеля. Даже Никола Тесла сказал, что Альберт Эйнштейн был идиотом. И да, до сих пор современная физика не нашла объяснения действию света и магнетизма на расстоянии. Они не объясняют сами явления, а просто вводят их в уравнение. Но на самом деле это ничего не объясняет. В заключении мы рассмотрели несколько различных тем на канале, посвященных этим концепциям. И становится ясно, что существует программа, направленная на контроль информации и сокрытие правды. Что если Атлантида существовала в гораздо более поздний период, чем когда-либо предполагалось? После падения Атлантиды, выжившие высадились в Ирландии и Северной Испании, сохранив основы цивилизации Золотого века. Эти древние методы были затем распространены по всему миру, чтобы перевоспитать тех, кто пострадал от греческого катаклизма. Это привело к тому, что новая всемирная церковь, церковь Исы, основала крупные города по всему миру и стала первой морской державой. Затем произошел обмен. Это финикийское поглощение. Захват Рима. И начинается борьба за мировое господство. В это время происходило множество катаклизмов, способствовавших процессу злого финикийского поглощения. Но до этих катаклизмов по всему миру существовало множество развитых цивилизаций, от Дальнего Востока до Америки. Эти цивилизации обладают передовыми технологиями, основанными на эфире, или имеют более высокий рост и другую пищеварительную систему, которая могла бы питаться исключительно эфиром в природе. Медленно, но верно эти венецианские паразиты захватили власть, начав с Рима и постепенно переместившись в Париж и Лондон. Это были темные, грязные века, и они обладали технологией, которая позволяла извлекать заряд из искусственных облаков, созданных из сожженных фекалий. В недавнем прошлом это привело к развитию технологии стимпанка. Эти технологии создали грязное электричество, которое привело к накоплению в окружающей среде, создав еще один магнитный сброс. Новые грязевые наводнения, еще один сброс, города-призраки и повторное заселение крупнейших городов мира. Правителям пришлось начинать все сначала, перестраивая эту технологию. Некоторые технологии были только что найдены, и потребовалось создать ложные истории, такие как самолет и фотография. Я надеюсь, что вам, ребята, понравилось это видео, ведь нам предстоит рассказать еще о многом, и скоро у нас будет много интересного, так что следите за обновлениями. Увидимся в следующий раз, ребята, и пусть наши мысли будут раскрыты. Откажитесь от всего, что вы считаете правдой. Расслабьте ум и задайте себе вопрос, действительно ли я понимаю, что представляет собой эта реальность?